Доброе утро! В эфире новости. Меня зовут Анастасия Борисова. И вот самые актуальные темы к этому часу. Первые заморозки придут сегодня на Алтай. Подробный прогноз синоптиков в выпуске. Прошел месяц, и ее должны были снести. Как продвигается скандальное дело автомойки в центре барнаульского туркластера. Продать машину и купить уникальную кошку-каракета. Так сделала жительница Барнаула несколько лет назад и не прогадала. Сильные заморозки и мокрый снег ожидают жителей края в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков. Итак, сегодня по краю пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от 7 до 12 градусов со знаком плюс. Ночью от нуля до минус трех. Завтра в крае без осадков ветер западный до 10 метров в секунду. Ночью температура опустится до нуля. Местами возможны заморозки до минус пяти. Днем температура воздуха составит от плюс девяти до плюс четырнадцати. Резонансная история со строительством автомойки на территории туркластера «Барнаул-Горнозаводской город» не закончилась. Месяц назад городские власти отправили собственнику предписание приостановить работы и демонтировать конструкцию. Время дали до 8 сентября. Однако, как мы выяснили, автомойка все еще на месте и даже более того готовится к открытию. Ранее в Комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула отправили запросы в надзорные и контрольные органы, чтобы провести проверку. По словам собственника, земельный участок был изначально отведен под этот объект. Также подчеркивают, автомойка в этом месте лишь временно. Но даже на малый срок она должна получить необходимое стилистическое оформление. Поэтому владелец ждет решения архитекторов. Чем значима эта часть старого города и что делают для охраны памятников в Барнауле? В эфире интервью дня расскажет историк Данил Дегтярев. Смотрите в 17.15. И продолжаем выпуск. Барнаульский недострой, так называемые Мизюлинские катакомбы, демонтируют. Почему так называется здание около шестой школы, интерната и что появится на новом месте, расскажет Владислав Кириенко. Прямо за моей спиной идет настоящая стройка. Здесь разрывают настоящий котлован. И хотя долгие 20 лет на этом самом месте были так называемые Мизюлинские катакомбы. Это недострой рядом с Мизюлинской рощей, который находится в индустриальном районе Барнаула. Долгое время, долгих 20 лет, с 90-х годов это место было притоном для наркоманов, а также местом, приютом для бомжей и алкоголиков. И теперь его уже сносят. Инициатором этого проекта стал депутат Алтайского краевого законодательного собрания. И вот чем он мотивирует данное решение. И очень много было жалоб по поводу того, что эта роща запущена. Катакомбы это лишь часть той работы, которую мы проделали. В первую очередь мы начали с того, что попытались облагородить каким-то образом эту рощу. Забили с того, что Зеленохоль взял под свое обслуживание эту рощу. То есть они стали заведать сушняк, деревья, кусты. Мы построили два городка, один детский, другой спортивный. Третий вопрос, который крупный у нас стоял, это вот именно почти посередине рощи, находившиеся в недостройке катакомбы, которые были в 90-х годах. И очень много жалоб шло по поводу вот этого недостроя. А эта земля входит в ведение местного министерства образования. И какой будет она в будущем, во многом зависит именно от них. Издание школы-интерната номер 6 было введено в эксплуатацию в 97-м году. В 98-м году началось строительство второй очереди, но, к сожалению, этот объект был не завершен. Дальнейшее продолжение строительства этого объекта на данном этапе нецелесообразно, поскольку все фундаментные конструкции, которые были заложены уже более 20 лет назад, пришли в негодность. Земельный участок будет передан в Министерство имущественных отношений. Далее, в соответствии со всеми процедурами, будет определено его назначение. Но чтобы здесь не построились жители индустриального района, и особенно тех, которые живут в окрестностях Мизюлинской рощи, должно радовать, что место с такой темной историей наконец-то уйдет в прошлое. Владислав Кириенко, Денис Кузьменко. Новости. Азимы и культуры в Алтайском крае посеяли на площади более 100 тысяч гектаров. Посевная кампания продолжается. Всего в этом году аграрий планирует отвезти под азимы около 200 тысяч гектаров. Если сравнивать с яровыми, то у этой культуры больше преимуществ. Высокая урожайность, качественное зерно и ранняя уборка. Школа для мам, которые родили недоношенного ребенка, открылась в перинатальном клиническом центре Алтайского края. Роженец научат ухаживать за младенцем самостоятельно и кормить его с помощью зонда. В Алтайском крае ежегодно рождаются около полутора тысяч недоношенных детей. Это малыши, которые появились на свет в срок от 22 до 36 недель. Вес ребенка, как правило, при этом не превышает 2,5 килограммов. А самый маленький, новорожденный в Алтайском крае, вовсе весил 450 граммов. По словам врачей, недоношенность – это глобальная проблема. Причины этой патологии до сих пор неизвестны науке. Родить раньше срока может любая женщина, независимо от наследственности, психологического и физиологического здоровья. Для нас, как для акушеров-гинекологов, основная задача – пролонгировать эту беременность настолько, насколько это возможно. Мы бьемся за каждый день внутриутробной жизни нашего пациента. И чем дольше нам это удается, тем шансов у ребенка быть здоровым больше. Современный кинозал появится в Заринске до конца этого года. Сейчас в Доме культуры Северный, где и будут проходить показы фильмов, ведется реставрация зала. На ремонт направили 3 миллиона рублей. В кинотеатре также появится современная техника – мониторы, пульты, кинопроектор, большой экран. Это оборудование позволит показывать фильмы в формате 3D. Продать машину и купить уникальную кошку-каракета – так сделала жительница Барнаула несколько лет назад и не прогадала. Теперь у Инны Домбровской целое потомство редких животных. В гостях у нее побывала моя коллега Екатерина Варкентин. Ушки с кисточкой, мордочка с маской – все как у рыси. Каракет – порода новая, потому и ценная. Во всем мире насчитывают не больше 25 таких кошек. А Инна Домбровская – единственная за Уралом владелица уникальных животных. Два года назад купила кошку Джинни за миллион рублей, уговорив мужа продать дорогую машину. Сейчас Инна – хозяйка целого семейства каракетов, разведением которого занимается сама. Даже жениха необычной кошки пришлось выводить из нескольких пород – Ацикета, Абиссинской и Мейнкуна. Его зовут Пан Теодор. Он у нас очень долго его делали, специально на трех породах разных, чтобы он максимально был похож на каракетов. То есть большие ушки с кисточками, хороший фонокраса. И он довольно-таки такой большой, мощный кот. Очень тоже добрый, и котята от него все вот такие же добрые. Каракет – гибрид домашней абиссинской кошки и пустынной рыси. У котят плюшевая на ощупь шерсть и пятнистый живот. Питомцы отличаются острым слухом, помогают подвижные ушки. Поэтому мышей на участке нет. Кстати, на нем нет и соседских кошек. Кровь у гибридов, дикая, поэтому питаются исключительно сырым мясом – перепелками, куриными головами или суточными цыплятами. Весят взрослые питомцы больше 10 килограммов. Это котенок Каракет. Его зовут Гуччи. Он добрый, ласковый и игривый. Но подержать пушистый комочек в руках не так-то просто. Он должен привыкнуть к человеку. На контакт идут не сразу. Им нужно присмотреться, принюхаться к новому владельцу. Никогда не укусят и специально не поцарапают. А если напугаются, только пошипят по рысье. Но когда они уже поняли, что это хозяин, как мама, они полностью доверяют, очень любят, никогда не кусают. Всегда приходят, мурчат, кладятся, лапками перебирают, топчутся. То есть это настолько очаровательное животное. Для меня, по крайней мере, это то, что самая красивая, самая интересная, самая лучшая кошка. Бывает, что питомцы этой породы не плодятся. Но Инна Домбровская признается, ей повезло. Сейчас у хозяйки целых три кошки. Жених Федя и уже второе поколение котят. Екатерина Варкентин, Антон Червяков, Новости. И пока это все новости к этому часу. Увидимся в 13.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова